Здравствуйте! Это программа «Город Ась» и я Елена Чернявская. У каждого из нас есть произведения, которые остались в нашей памяти надолго. Мы можем перечитывать книгу множество раз, и она снова будет нас увлекать в мир приключений и фантастики. Для кого-то эта книга из детства, для других роман, прочитанный уже в зрелом возрасте. Любимая книга – дело случая. Вот каждый без труда назовет ту, которая среди прочих других оставила в его сердце самый заметный след. Всемирный день книголюбов – неофициальный праздник, отмечаемый 9 августа всеми любителями литературы и чтения. И сегодня мы говорим о любви к чтению с моими гостями в студии. Ирина Алексеевна Хлебодарова – главный библиотекарь «Библиотека-23» и Ольга Борисовна Пальникова – библиотекарь первой категории «Библиотека-8». Здравствуйте, уважаемые гости! Ну что же, а вы-то читать любите? Конечно! Какая книга, может быть, оказала на вас самое сильное влияние, а, возможно, может быть, и перевернула ваше мировоззрение? Ну, на самом деле, таких книг несколько, и я вот сколько себя помню, всегда читала. Но когда в школе я впервые прочитала повесть Дубровский Пушкина, я поняла, что пропала, что литература – это любовь на всю мою жизнь. И я и до сих пор люблю читать повести Белкина Пушкина. Это и «Выстрел», и «Метель», и «Барышня и крестьянка», «Дубровский», конечно же. Еще хочу назвать «Драма на охоте» Чехова. Вот, мне кажется, это то произведение, которое перевернуло мое мировоззрение. Я его читала не один раз. А вот я не знаю об этом произведении, хотя Чехова обожаю просто. Ну, фильм «Мой ласканый нежный зверь». Да, да, вот думаю, что ты сейчас знакомый. Ну, вы знаете, кстати, обязательно перечитаю. Да, я прям советую. Да, спасибо. Еще «Фиджеральд», «Великий кэтсбин», «Ночь нежна», замечательно. Ольга Борисовна, что можете сказать на этот вопрос? Вы? Для меня в подростковые годы самой важной книгой стал роман Макса Фрая «Ключ из желтого металла». Эта книга стала для меня переходом от заинтересованностью только сюжетом к заинтересованностью героям. То есть этот герой нашел во мне отклик, я нашла какие-то параллельные между собой и ним, и стала воспринимать литературу как путь самопознания. То есть задавала себе важные вопросы, что для меня важно, какая я, как я отношусь к людям. То есть это был какой-то переходный этап, и теперь я эту книгу, если не перечитываю каждый год, то периодически пролистываю, достаю с полочки, перечитываю какие-то цитаты, моменты. Тоже бы порекомендовали эту книгу прочесть? Порекомендовала бы, да, обязательно. Скажите, пожалуйста, вот вы каждый день находитесь среди книг. Это ваша непосредственная работа. Скажите, вы читаете вне работы, вот ну просто, дома, и как часто это происходит? Конечно, только вне работы мы и читаем. Вот не так давно я начала читать Ильичевский, анархист. И я вот впервые за долгое время поймала себя на мысли, что я сидела на работе и думала, вот поскорее бы закончился рабочий день, я приду, и меня дома ждет книга. Вот так она меня увлекла. То есть Ильичевский, анархист. А читаете, может быть, только в отпуске, или все равно книга, вот это любимое, как говорится, детище? Я читаю во время обеда, после работы, конечно, в отпуске, на выходных. Сейчас я ознакомлюсь с литературой, которая рассказывает нам о других странах. Вот на сегодняшний день это Кевин Кван, безумно богатые азиаты. Я ничего не знала про Китай. И очень интересно погрузиться в эту культуру, сравнить их с нами, чем похожи, чем отличаемся. И, в принципе, сюжет увлекательный, поэтому я увлечена. Мы с вами встречаемся в праздник День книголюба. А вот что по-вашему, кто такой книголюб? Ну, для меня это, во-первых, посетители библиотек, наши читатели, мои коллеги. Это покупатели книжных магазинов. Это те люди, которых мы встречаем в метро, а не с книжкой. У кого в рюкзаке всегда какой-то томик, кто с телефона читает какой-то роман, рассказ, знакомится с аннотациями. И для меня показатель истинного книголюба, этому человеку можно задать вопрос. А что ты сейчас читаешь? И у него всегда есть на этот вопрос ответ. И это интересно. Что сейчас читает, Ирина Алексеевна? Ну, читают разное. Да, Оль, мы вот разговаривали. Читают разное. Я заметила, что снова пользуется интересом античная литература. Читают и детективы, и фантастику, и отечественную классику, и отечественные премированные бестселлеры. Все еще интересно. Гузель Яхина. И не только Зулейха открывает глаза. К нам приходят читатели и спрашивают, а когда же будет ее новый роман? Мы говорим, что осенью мы ждем новинки. Приходите к нам в библиотеку. Читают Водолазкина. С непрекращающимся интересом также ждут новинки. Из зарубежной литературы Кинг все еще популярен. Очень интересуется Бакманом. У него периодически выходят тоже новые романы, которые очень трогательные, очень про людей, очень вот прям про нас с вами. А вот, Коля, мы с вами заговорили о новинках. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, каким образом вы знакомите читателей с новинками, которые поступают к вам в библиотеку. И скажите, пожалуйста, можно ли в ваших библиотеках действительно увидеть последние новинки, которые поступают вообще в читательский мир? Ну да, конечно. Вот у нас заговорили мы про Гузель Яхину. У нас уже есть ее новая книга «Эшелон на Самарканд». У нас новые книги «Прилепина». Но как только к нам приходят книги, мы сами также сразу информируем читателей. Ну, в первую очередь, через соцсети. У нас есть страничка ВКонтакте «Библиотека 23 Самара» с МИПС. И надо сказать, что вот этот пост, что «Ура! В библиотеке новые книги», он сразу же набирает много лайков. То есть люди радуются, сразу приходят. И в библиотеке самое выгодное место на абонементе мы сразу отдаем под новые книги. Конечно, новинкам. Скажите, пожалуйста, а в каких экземплярах приходят именно новинки? Хватает ли всем желающим? Ну вот, проанонсировали вы новинку, и сразу люди к вам подтянулись, а книжечки-то и нет. Ну, встают в очередь. Мы записываем, помним, кому отложить. Поэтому те, кто заинтересованы, они читают очень быстро, приносят, возвращают. Один-два дня буквально, и мы уже передаем следующим читателям. Если читатель заинтересован, то да, это очень быстро. Ну а потом, если такие новинки, бестселлеры, можно так сказать, которые сразу же ими становятся, мне кажется, долго такую книгу читать не будешь, буквально один-два дня, потому что зачитываешься. Я по себе знаю, я просто очень люблю читать книги, и поэтому также посещаю библиотеку. Но вот хочу сказать, что, наверное, утверждение это, согласитесь ли вы со мной, что современный библиотекарь, конечно, должен быть, во-первых, образованным, коммуникабельным, должен быть начитанным, справляться с большим объемом работы, но и самое главное, должен все-таки любить то, чем занимается. Вы со мной согласны? Я думаю, что, конечно, да, и недаром вы сегодня в студию пришли с книгами. Вот ответьте на мой вопрос, и давайте покажем, расскажем. Это, наверное, новинки, да, с которыми мы познакомились? Ну да, почти все новинки. Вот раз мы говорили о новинках, вот смотрите, книга, обладатель премии «Большая книга», автор, и вот книга совершенно новая, и вот уже сколько ее прочли читатели. Да, вот тоже как бы советую, Александр Архангельский. И у нас Водолазкин, о чем мы сейчас говорили, и читает у нас Абгарян, и «Приключения Манюни». Что это за жанр? Это просто истории, приключенческие истории, истории о жизни. Вот эта книга, наверное, она больше подойдет уже таким взрослым читателям. А «Манюни», «Приключения Манюни» читают все. Потрясающий рассказ. Это книга для семейного чтения, поэтому… Я смеялась очень долго над этим произведением. Да. Я тоже принесла. Ну, не совсем новинка, эта книжечка у нас уже год, очень тоже любимая и читаемая читателями, и мы, библиотекари, ее тоже уже почти все прочитали. Она о истинных книголюбах. США, 1937 год, штат Кентукки. И произведение рассказывает нам о конных библиотекарях. Пять отважных женщин в любую погоду, при любых семейных обстоятельствах, доставляют книги читателям своим в разные концы штата Кентукки, очень увлеченные своим делом. Истинные книголюбы того времени. И еще одна, вот как раз новинка, получили мы ее в этом месяце, это «Путеводитель по Самаре». У нас сейчас очень популярна тема краеведения. «Путеводители по Самаре», по самарским улочкам. И вот эта книга очень красочная, с иллюстрациями. Она довольно кратка, но знакомит со всей Самарой. И она не тоненькая, я хочу заметить. Да, не тоненькая. Это значит, что в нашем городе очень и очень много есть что посмотреть. А вот, кстати, вообще тема краеведения близка нашим жителям? Думаю, да. Но в нашей библиотеке номер 8 на Николая Панова, 30, это обусловлено тем, что у нас существует грантовый проект «Самарский винегрет. Экскурсии со смыслом». В 2020 году библиотека выиграла в благотворительном конкурсе новая роль библиотек в образовании фонда Михаила Прохорова. И тема краеведения у нас целый год очень активно раскрывалась. То есть мы рассказывали про малоизвестную Самару, про скульптуры, про архитектуру, про орнаменты. Я говорю «мы», но не только в библиотекаре, конечно, было очень много приглашенных деятелей Самары, культуры, это экскурсоводы, это педагоги, культурологи. Это были встречи с читателями, лекции, интерактивные лекции. И тема очень заинтересовала. Поэтому потянулись за книгами, стали просить что-то дополнительно почитать. Книга Липатова и пользуется спросом. «Каркарьяна» по улицам Старой Самары. И вот теперь наш новый путеводитель тоже поможет окунуться. Я так думаю, что будет стоять наверняка тоже на выставочном стенде, где находятся новинки, верно? Конечно. А я хотела бы добавить, что у нас тоже среди наших читателей интерес к краеведческой литературе очень заметен в последнее время. И читают просто художественную литературу самарских авторов. Несмотря на то, что это художественные произведения, романы, рассказаны, они так или иначе связаны с Самарой, с Волгой, с Жигулевскими горами. И поэтому у читателей пользуются спросом такие книги. Вот не так давно к нам в библиотеку пришли новые книги. Это полное собрание сочинений Александра Малиновского. Это наш самарский писатель, преподаватель университета политехнического, геолог. И вот его книги, конечно, очень читают. Вот за ними, ну, не сказать, что очередь, но как бы они очень пользуются, практически не стоят они на полках. И вот в связи с таким интересом со стороны читателей краеведческой литературы, мы при планировании на следующий год постараемся как бы все это учесть и, ну, или проект создать совместно с самарскими молодыми писателями, рассказывать о новинках, что выходит в художественной литературе, приглашать к нам в библиотеку поэтов, писателей. То есть постараемся какой-то проект и побольше рассказывать о краеведческой литературе. — Скажите, пожалуйста, ну вот чтобы заинтересовать читателя книгой, нужно же ведь самому знать как минимум содержание. Вы читаете все, либо только аннотации? — Ну, все прочитать невозможно, поэтому с чем-то знакомимся в полном объеме, где-то с аннотациями. Еще помогают очень и рецензии, которые мы читаем, потому что там в том числе и личностная оценка рецензента, так что мы можем тоже какую-то эмоциональную составляющую добавить, когда советуем литературу. — Ну хорошо, когда к вам приходят посетители и задаются вот одним простым банальным вопросом, я тоже так иногда спрашиваю ваших коллег-библиотекарей, ну посоветуйте, что почитать? — Да, очень часто задают такой вопрос. И мне кажется, библиотекарь, он должен быть и в какой-то мере психологом. То есть он должен как бы почувствовать человека и понять, что ему посоветовать. Ну вот, как правило, это получается. И вот все прочитать невозможно, у нас очень много интересных книг, и Улицкая, и Рубина, и Метлицкая, очень много, и я не успеваю читать эту литературу. И я вот или по аннотациям, ну не все успеваю, или по аннотациям, или спрашиваю читателей, чтобы понять, кому ее в следующий раз можно посоветовать. — И не каждому читателю можно посоветовать определенный какой-то жанр. Ну вот лично я по себе могу сказать, что я прихожу сегодня одно настроение, хочется лирику какую-то взять, потом сегодня хочется детектив и так далее, и тому подобное, да? Есть ли выбор на сегодня в библиотеках, вот если говорить о ваших местах, где вы работаете, вот насколько широкий список экземпляров разных жанров вы можете сейчас предложить? — Я думаю, да. У нас на любой жанр довольно большой. — Ну вот какой фонд насчитывается в библиотеках ваших? — В библиотеке номер 8 более 25 тысяч книг. Так что выбрать есть из чего. — Да, не могу не согласиться. — Мне кажется, у нас, да, примерно столько же. И вот если возвратиться к предыдущему вопросу, когда читаешь, вот я недавно читала Тарковского книги, и я читаю, и у меня уже мысленно думаю, кому бы я могла эту книгу посоветовать из своих читателей, да. — Хорошо, а вот возвращается ли интерес к незаслуженно забытым книгам? И вот какие, на ваш взгляд, а сейчас книги стоило бы в современном нашем обществе вернуться, прочитать, а может быть и перечитать? — Перечитать, да. Ну на самом деле существует много незаслуженно забытых книг. Это книги и интересные, и познавательные. И на этих книгах выросло целое поколение, а может быть даже не одно поколение. Они оценены и критиками, и литературными премиями. Ну по какой-то причине вот они, и о них не так часто вспоминают. И мы читателям стараемся напоминать о них. И даже существует такой день, 31 июля, это день вспоминаний любимых книжек. И мы всегда проводим мероприятия в этот день в библиотеке, постараемся, чтобы это было весело, читатели любят, поддерживают нас. И в этом году мы делали такой небольшой музыкальный видеоролик, где напоминали читателям о незаслуженно забытых книгах. Он так у нас назывался «Чарование забытых книг». Мы вспомнили и о повести Константина Паустовского, повести о жизни, автобиографически эта книга, книги Лиханова. Вспоминали, напоминали нашим читателям о замечательных книгах научно-фантастической литературы наших советских авторов. Это и Беляев, Адамов, Ефремов, которые, кстати, читает молодежь. И книги Распутина, книги Валентина Пикуля. Вот я сама могу неоднократно читать Пикуля «Три возраста Акинисан». Мне кажется, это замечательная книга. И читатели подключаются в наш диалог, они нам тоже рассказывают, какие книги есть в их библиотеках, в домашних, и рассказывают о своих любимых книжках, которые вот они прочитали, но тогда столько они им понравились, что они до сих пор о них помнят. Один читатель нам рассказал про книгу «Джером Джером. Путешествие на велосипеде». Это продолжение знаменитой истории «Трое в лодке, не считая собаки». И он говорит, что, ну, непонятно, почему вот эта книга не настолько популярна, как первая. Она не менее интересна, не менее увлекательна и смешная. То есть мы вот как бы вспоминаем забытые книжки, и читатели их тоже вспоминают. Спасибо вам большое. Сейчас хочу ненадолго прервать наш разговор, посмотреть видеосюжет. Мы очень много с вашими коллегами говорили о модернизации библиотек, и это очень важно на сегодня, когда библиотеки, конечно, меняются, и меняются, ну вот буквально на глазах. У нас есть на эту тему видеосюжет. Давайте его посмотрим все вместе. 30 тысяч книг, периодические и электронные издания. Вся эта богатая коллекция будет храниться в обновленном помещении детской библиотеки номер 14, что находится на улице Ленинградской. Уже завершен демонтаж перегородок, стяжка пола, установлены инженерные коммуникации. Ведутся отделочные работы. Для обновления библиотеки закуплена новая мебель и специальное оборудование для медиазоны. Проведен интернет. В здании также предусмотрен доступ для маломобильных граждан. Кроме того, в библиотеке организуют выставки, посвященные самым многочисленным народам Самарской губернии. Эта библиотека многофункциональная. Она рассчитана на читателей не только детей, но и любого возраста. То есть каждому здесь найдется уютное пространство для проведения культурного досуга. В порядок приводят и центральную городскую библиотеку имени Крупской. Интерьер библиотечных залов зданий на Маяковского украшен колоннами и барельефами советских классиков, сделанных в духе сталинского ампира. Здесь будут сохранены ценные декоративные элементы и воссозданы те части, которые были затронуты во время ремонта. Сейчас закончен демонтаж покрытий пола и стен. Рабочие приступили к полной замене коммуникаций, отопления, электричества и водопровода. Так как библиотека находится в жилом доме, все работы обсуждают с жильцами. Хотели утопить стены, но так как жители против, поэтому нашли другое конструктивное решение, нашли возможность, что короба будут открываться и в любое время будет доступен к трубам какие-то аварийные ситуации. Как выполняется ремонт библиотек, проверила глава Самары Лена Лапушкина. Она проинспектировала текущее состояние объектов и пообщалась с подрядчиками, чтобы выяснить, есть ли сложности. Мы договорились, что встречаемся с руководителем подрядной организации, выписываем дорожную карту, оказываем все содействие в решении всех текущих вопросов. Самое главное, чтобы здесь люди работали ежедневно в достаточном количестве, чтобы было материалы и все выполнялось срок. Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура», основная задача которого – обеспечить максимальную доступность к объектам культуры. Закончить ремонт в двух учреждениях планируют уже этой осенью. Хочу затронуть вот такую тему. Все мы находимся сейчас, к сожалению, большому в неких ограничительных все-таки рамках. Скажите, пожалуйста, вот чтение в условиях ковид. И скоро 1 сентября, да, как бы начало и школьного сезона. Пока еще мы надеемся на позитив, конечно, что мы будем работать, и никакие учреждения закрываться не будут. Тем не менее, и говорить об этом сейчас пока рано, но тем не менее, как работаете вы? И вот когда были ограничительные меры, все-таки настоящие книголюбы, читали книги? Ну, конечно, читали. Читали и свою домашнюю библиотеку, и заказывали книги в Литрес. Но, конечно, живого общения не хватало. И это мы почувствовали, когда мы вышли на работу после того, как библиотеки вновь заработали, и к нам приходили читатели. Нет, вначале они нас заваливали письмами, писали и на сайт, и в группу ВКонтакте, когда откроется библиотека, когда вы начнете работать. А потом, когда мы начали работать, приходили читатели, они столько набирали книг, и мы говорили, ну, а можно еще, а можно 10, а можно 100. Мы говорили, а вдруг вы опять закроетесь, а нам нечем будет читать. Так что, да, вот мы как бы почувствовали. И вот во время вот этой самоизоляции, во время того, как частично были закрыты театры, кинотеатры, книга, наверное, оставалась одной из доступных времяпрепровождения, поэтому читать стали больше. Это сейчас замечают все, и официальная статистика говорит о том, что читать стали больше. И мы это сами замечаемо. Читатели говорят, что читать стали больше. Вот вы говорите одно, а некоторые утверждают, что культура чтения в мире умирает, нет? Ну, я бы с этим не согласилась. Да, мне кажется, все равно привычки людей меняются к лучшему. Вот даже тот факт, что в самом маленьком городе, в небольшом селе обязательно есть библиотека и книжный магазин. Хорошо. Библиотеки запускают с завидной регулярностью, кстати, масштабные онлайн и оффлайн проекты. Вот о каких таких проектах можете рассказать? Вы? Я бы хотела рассказать о конкурсе «Талантливый читатель», который проводит Самарская муниципальная информационная библиотечная система с 2018 года. В этом году темой стали книги «Путешествия» и юбилейные книги 2021 года. Выбор этих книг огромен. От Тома Сойера до Дианы Сеттерфильд «Тринадцатая сказка», от Некрасова до Конан Дойля. И по этим произведениям в разных номинациях можно участвовать и проявить свои творческие таланты. Можно написать даже киносценарий по произведению или нарисовать литературную карту. До 30 сентября принимаются заявки, поэтому мы приглашаем читателей участвовать в этом конкурсе. Есть ли какие-то интересные проекты, которые реализуются в вашей библиотеке? Конечно. Я бы хотела рассказать. Не так давно, 25 июля, у нас было подведение итога международного конкурса «Пишу в стиле Шукшина». В нашей библиотеке уже третий год реализуется проект, посвященный жизненному и творческому пути Василия Макаровича Шукшина и много мероприятий. В этом году мы объявили конкурс для читателей. И надо сказать, что очень много работ прислали. 80 работ было прислано на конкурс. И работа не только из России, ближнего зарубежья, но и США, Израиля, Швеции и Германии. И все работы интересные, все они уникальные. И все их объединяет вот этот шукшинский дух, шукшинский стиль. Шукшина любит и читает по-прежнему. И со всеми этими работами можно познакомиться на нашей страничке ВКонтакте. Это библиотека 23 Самара СМИПС. И там есть такая подгруппа «Пишу в стиле Шукшина». И все работы там опубликованы. И вот было две номинации в конкурсе. И два главных приза. Один ушел, достался жительнице Санкт-Петербурга. А второй ушел в Израиль, в город Нетания. Ну, а сейчас лето заканчивается. И опять же, как я могу сказать, что с 1 сентября каникулярное время заканчивается. И все приступают к работе. Новый сезон начинается во всех учреждениях. Тем не менее, что подготовили библиотеки к будущему сезону? Вот что сейчас такого интересного придумали, чтобы завлечь новых читателей библиотеки? А у нас уже не первый год действует книжный клуб «Буквокруг». Проходит он в библиотеке номер 8 по адресу Николая Панова, 30. И на лето мы не закрывались. Мы также продолжали встречаться, но я думаю, что в сентябре к нам присоединятся новые читатели, новые участники клуба. Например, 22 августа в 2 часа в библиотеке мы будем обсуждать Ирвина шоу «Ночное портье». Приглашаю всех присоединяться. Да, вы можете сейчас проанонсировать те мероприятия, которые вот ожидаются в ближайшее время. Да, а мы ждем сентябрь, потому что у нас в библиотеке интересный театральный проект, и он на время каникул приостановился, и в сентябре он вновь заработает. Так что мы прямо ждем с нетерпением. Хорошо. Сейчас я посоветую всем нашим уважаемым телезрителям запастись ручкой и блокнотом. Возьмите лист бумаги, потому что сейчас мои уважаемые гости будут рекомендовать какие-то последние новинки и книги. Но начать хотелось бы, что вы посоветовали бы сейчас прочитать молодым людям, вот только-только вступающим на жизненный путь? Сейчас и школьники старшей школы, и студенты часто слышат о том, что им стоит определиться со своей будущей жизнью, выбрать одно направление, выбрать одну специальность, выбрать работу. На всю оставшуюся жизнь это очень давит. Поэтому я бы предложила книгу, которая ближе к психологии, Барбара Шер, «Отказываюсь выбирать». Она расскажет, почему не стоит определяться и останавливаться только на одном своем хобби или на одном своем интересе, как можно распределять свои ресурсы между всеми своими интересами, куда направить энергию и как это совмещать, и почему это нормально. Я думаю, эта книга будет не только мотивацией, но и каким-то успокоением и даже инструкцией к действиям. Хорошо. Более старшему поколению что бы порекомендовали почитать? Ну вот у нас более старшее поколение читает, ну как бы такие уже более классические произведения. Это и «Ремарк», и «Фитджеральд», вот как я уже говорила. И читают и «Акунина», читает вот «Водолазкина» сейчас. А если среди молодежи, для молодежи я бы посоветовала не забывать такие книги, как книги Бориса Васильева. Это в списках не значился. Мне кажется, каждый молодой человек должен прочитать эту книгу. И вот в этом году мы с ребятами, со старшеклассниками обсуждали еще книгу «Это Бонн «Мальчик полосатый пижами». Тоже, конечно, произвела впечатление на взрослых и на детей. И я даже не ожидала такой реакции от старшеклассников. Они говорят, ну читаешь все это волнительно, а последние срочки книги просто ком и не можешь выговорить слова. То есть замечательная книга. Можно ли сказать, что современная библиотека, в которых вы работаете, а вы работаете в современных библиотеках, это рай для книголюба? Да. Конечно. Я уверена, что да. Во-первых, это большой выбор книг. Также библиотекарей, которые могут что-то подсказать. А кроме того, что библиотека сейчас это место общения. И сюда можно прийти не только за книгой, но и на интересные мероприятия. А также, наверное, познакомиться с такими же заинтересованными людьми, наверное, это рай. Да. И потом сейчас многие читают, конечно, ну на электронных носителей. Это удобно, это просто. Но настоящий книголюб, он еще умеет ценить вот эту новую книгу, когда запах типографской краски. Или настоящий книголюб, он только настоящий книголюб получает удовольствие от того, что наконец-то ему в руки попала книга, о которой он давно мечтал. То есть вот это вот настоящие книголюбы. Ну и потом, вот вы заговорили о сентябре, мне кажется, а у нас еще, мы еще в августе, у нас еще время отпусков. И вот я хочу сказать, что настоящий книголюб, собираясь в дорогу, а сейчас время путешествий, дачных поездок, конечно же, можно почитать и в смартфоне, но не везде есть интернет. Поэтому по привычке приходят и берут книгу в дорогу. Все-таки классический вариант. Книжный вариант. Актуален всегда, да? Конечно. Ну хорошо, заканчивая программу, может быть, пару слов, что бы хотели пожелать своим коллегам-книголюбам? Ну и обратиться к жителям Самары, пожалуйста. Я бы пожелала всем книголюбам открывать для себя новые интересные книги, находить время на эту литературу чудесную, которая находит отклик в душе. И находить свои места для чтения. Библиотека – одно из таких мест. Спасибо. А я хотела бы пригласить всех желающих почаще приходить в храм-книги. Это в библиотеку, в библиотеку 23, которая находится на Севастопольской 53. Приходите, мы знаем, как выбрать хорошую и увлекательную книгу. И еще в наших библиотеках, вот в частности на Севастопольской 53, очень комфортно, очень прохладно. Вы можете спрятаться от летнего зноя, от которого, наверное, все устали. И посидеть, полистать журналы в удобном кресле. И периодические журналы, подписка у нас увеличивается каждые полгода. У нас много интересных журналов. Так что приходите, мы вас ждем. Спасибо вам большое за интересную беседу. Но мне остается только добавить, что чтение не только обостряет ум, но и расширяет ваш личный кругозор. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова